Для того, чтобы добраться до сливной пробки коробки передач, необходимо для начала снять защиту. Для этого головкой на 12 нам необходимо открутить три болта. Один из болтов, который у нас имеется, крепится сзади на защите, и два, которые имеются спереди. Третий, который у нас дальний, его не обязательно откручивать, просто слегка отжать и защиту ввести в сторону. Таким образом мы освободим нашу коробку для полного доступа. Размер ключа четырехграника, который нам понадобится, по толщине 10 миллиметров. Головкой на 24 будем откручивать заливную пробку. Пробку открутили. Мы с гайкой смотрим, чтобы у нас и прокладка вышла из отверстия. Диаметр у нас 17,8. Шаг резьбы здесь полтора миллиметра. Длина у нас резьбовой части 11 миллиметров. Уровень масла проверяется. Таким способом заводится палец. Если масло на уровне, то оно заливается по нижнюю касательную отверстие, когда уже начинают капли поступать отсюда. Сейчас я вот палец завожу, а у меня палец на сухую. Я вот вниз загибаю, и он никак не соприкасается с жидкостью. Стало интересно, насколько все-таки уровень масла ниже. Я вот буду загибать бумажку и заводить в отверстие. Начинаем отворачивать сливную пробку. Вот ключ. Подставляем под нее емкость. Видим, какой цвет у нас. Сливаем все до последней капли. Так как пробка у нас с магнитом, то вся металлическая стружка, которая имеется в коробке передач, она намагничивается как раз на этот магнит. Пробку вытираем. Убираем с магнита всю металлическую стружку. Ну вот пробку мы почистили. Убрали всю металлическую стружку. Сейчас закручиваем обратно. Сначала наживляем. Момент затяжки я укажу под видео. Ключ, кстати, у нас от таких усилий перекрутила. Главное здесь не переусердствовать, потому что испорченное сливное отверстие никому здесь не надо. Масло трансмиссионное для механической коробки передач 75В-85В. Это его вязкость. Так как у нас емкости идут по 1 литру, а объем коробки у нас 2,1 литра, это и есть неудобство в плане заправки. Заправляться будем таким шприцом. Покупал я его на Алиэкспресс. Есть еще там на 150 мл. Подсоединяется к нему гибкий шланг, так как будем шприц заводить вертикально сливного отверстия. Заправляем наш шприц. Заводим шприц в вертикально сливное отверстие. И вдавливаем его. В моем случае это нужно будет сделать 21 раз. В моем случае это нужно будет сделать 21 раз. Масло мы залили. Еще раз заводим палец. Проверяем. Смотрим, что у нас. Уровень в норме. Закручиваем заливную пробку. Момент затяжки этой гайки я тоже укажу под видео. Все лишнее стираем. Устанавливаем назад в защиту для коробки передач. Болты предварительно в смазку. Пока-то что-то только наживляем. Закручиваем третью гайку. Теперь можно затягивать. Закручиваем оставшиеся две гайки. Вот и все. Проверяем, чтобы у нас в подсливной пробке ничего не сочилось. На этом все.